Лучшее в стране Масштабнейший проект Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы С 12 октября Акция стартовала До 15 ноября Москвичи, да я думаю гости столицы тоже должны это делать Можно обменять бумагу Стекло, пластик или алюминий На билеты в театры, музеи, кинотеатры Детские центры, концертные площадки Столицы Вся информация подробная Вами должна быть Узнана на сайте Заходите пожалуйста, в том числе узнаете И о пунктах обмена Помните пожалуйста, что количество билетов Ограничено, ну и Знаете, что дело вот такое доброе дело Для экологии, вы в общем-то получаете тоже Огромное количество приятных Незабываемых эмоций Я с огромным удовольствием перехожу к представлению Сегодняшнего гостя, потому что он как раз Нам расскажет об уникальном Месте с совершенно уникальнейшими Проектами Председатель управления региональной общественной организации Центр современного искусства Марс Доктор технических наук Вице-президент Творческого союза художников России Игорь Грязнов Бурные овации здесь звучат Игорь, здрасте, добрый день Да, здрасте, овации не требуется Требуется, требуется Требуется внимание И желание посетить Мы очень рады, что вы к нам пришли И тем более, что эта встреча уже происходит во второй раз На период нашего знакомства Продолжается 30-летие празднования центра Год, как вы уже находитесь у руля Этого замечательного центра Огромное количество мероприятий И вот теперь еще и акция Искусство ради экологии Конечно, первый мой вопрос Чем для вас оказалась близка эта акция? Каким образом вы стали сотрудничать С Департаментом природопользования И охраны окружающей среды города Москвы? Здравствуйте, дорогие друзья Вы знаете, когда к нам обратились С предложением участвовать в этой акции Мы долго думали Потому что экология такая вещь Что к ней нужно подходить очень серьезно И если уж делать, то делать очень хорошо Но потом мы решили, что все-таки Марс Достаточно активную позицию занимает в этом вопросе И приняли это предложение Департамент природопользования И предложили свою поддержку Помощь, услуги, можно сказать В развитии этого проекта Наше участие в нем состоит, наверное, из двух частей Первая часть Это мы просто приглашаем всех людей Кто занимает активную позицию в этом вопросе И кто сдаст требуемое количество Вторичного сырья на переработку Приглашаем их получить билеты И прийти к нам в Марс И увидеть те необыкновенные выставки Которые мы показываем сегодня Москвичам и гостям столицы Скажите, пожалуйста, Игорь, любую выставку Которую представлена на сегодняшний день В центре можно посетить Или все-таки один пригласительный Это какая-то определенная выставка? Мы отобрали пригласительный билет Старались выбрать самое интересное Но просто проблема в том, что Марс Это центр искусства Основанный на использовании новых технологий Это разве проблема? Это чудо? Это чудо, это очень здорово Но в отличие от всех других музеев И Москвы, ну и мира Их отличает то, что количество посещений Ограничено временем каждого сеанса То есть вы приходите, на вас одеваются Специальные шлемы И это определенное количество людей только И это определенное количество людей То есть мы не сможем всех желающих 100-200, это нереально разместить Ну где-то вот сейчас была Ночь искусств Позавчера мы 250 человек С огромным трудом работали почти всю ночь Еле-еле уложились Потому что каждый зритель занимает 15-20 минут Его нужно одеть, рассказать И потом он сам живет в этом мире Поэтому по этому билету в безусловном порядке Будет две выставки очень известные Это одна выставка величайшего художника Константина Худякова Отца-основателя Отца-основателя Марса 30 лет назад Она была создана им когда-то И еще там несколько человек было Художников Которые, как сказать, решили создать свое новое Негосударственное, некоммерческое объединение Кстати, Марс это первый в России Негосударственный музей Именно негосударственный Вот 30 лет отмечали в июле этого года Повторю, значит, выставка Худякова Это совершенно необыкновенная выставка Она называется «Зеркала Константина Худякова» Это вы заходите в темный зал И висят на ней зеркала И подходите к каждому зеркалу Загорается это зеркало И вы видите совершенно бесконечную глубину картины Там 3-4-5 слоев картины Которая совершенно идеологически очень интересная Но ее надо просто стоять и смотреть Кстати, интересно Какая-то 3D-техника какая-то там уникальная Ну, это даже больше, чем 3D То есть там художник рисует свое видение Картины на компьютере Но он делает много разных срезов И совершенно такая-то секретная технология Которую не знает и сам художник Это какой-то никому неизвестный молодой человек Из Перми Он разработал способ склеивания этих разных срезов картины В единый блок И получается совершенно необыкновенно Вы просто тонете в этой картине Там люди стоят часами и смотрят Я представляю, да Туда мы приглашаем в рамках этого билета Который по экологической программе И вторая выставка Тоже очень интересная Это Generative Gallery Представляет ее Это 7 самых знаменитых мультимедийных художников мира Вы заходите Темная комната, огромный экран Вы ложитесь там Кто на пол ложится, кто на мягкие пуфы Какие вы молодцы И часами люди лежат и медитируют Там разные цветовые гаммы Разный звук, разная музыка Ну это передать с вами невозможно Нужно просто приходить Ложиться и полный отдых Расслабление, которое... Мне кажется, люди засыпают некоторые, наверное Там вот бывает, когда много народу То утром приходят на открытие в 12 И часов до 4, могут сидеть до 5 Какая прелесть Хотя, в принципе, это цикличная вещь Она меняется там каждые, по-моему 40-50 минут перезапускается сначала И все равно она настолько втягивает Она просто бесконечность затягивает Так что приглашаем на эти две выставки Скажите, пожалуйста, мне, Игорь Вот на эту выставку, где отдохнуть И восстановиться от этого тяжелого Очень-очень-очень интенсивного ритма Столичного Можно всей семьей То есть, если там какие-то возрастные ограничения Или можно всех от мала до велика И строим отдохнуть в центре Марса По этим двум выставкам строим отдохнуть в центре Марса Независимо от возраста В то время, как другие выставки, конечно, возрастные ограничения имеют Потом расскажу, почему Ну и внимание требует уже Там не до сна Там просто невозможно будет просто позволить себе это сделать Потому как технологии не позволят просто Натянут шлем И ты должен что-то там делать активно Или спасать мир Или там жить в картинях художника Вот, кстати говоря, что интересно Ведь экология Эта тема очень важна для центра современного искусства Марс И вот сейчас до 15 ноября Пока наши зрители и слушатели и жители Москвы И гости столицы Как раз-таки обменивают там бумагу, стекло, пластик, алюминий На билеты В том числе и на билеты в центр Марс Но я знаю, что на этом вы не заканчиваете Вносить свой вклад в экологию Там грядут какие-то тоже интересные проекты Да, действительно, это одна из причин, почему мы решили участвовать в этом проекте Что помимо того, что мы приглашаем посетить нас, победителей Там и участников этого проекта Эко-департамента Порядок пользования Москвы Мы сами активно участвуем в этом процессе В конце ноября у нас открывается очень обыкновенная выставка Она посвящена теме фэшн-арта Но так как, как я уже говорил, наш Марс занимается новыми технологиями в искусстве То здесь подход тот же самый И фэшн-арт будет представлен новыми технологиями в производстве Или в изображении предметов одежды и дизайна То есть, с одной стороны, это будут высокотехнологические какие-то модели Например, ну, представьте, вы идёте по улице в платье И вдруг по платью бежит бегущая строка I love you, да? То есть, кто-то вам решил послать сообщение Или сумочка, или пояс, на котором написано Я жду тебя там-то Это технологическая часть А другая часть этой же выставки Это будет посвящена изделиям, которые сделаны из вторичного сырья Совершенно необычные материалы Из них шьётся платье Там какие-то головные уборы и так далее То есть, это вторичная переработка того же пластика Того же текстиля, того же алюминия Я так понимаю, что здесь несколько авторов будут представлены Это мировая выставка Международная Она уже прошла в Монако Из Москвы она потом переедет в Лондон Потом переедет в Барселону, насколько я знаю Потом в Гонконг, по-моему Друзья, и вот уникальная возможность Уникальная возможность будет посетить эту выставку Только в Центре современного искусства Марс Обязательно оставайтесь с нами Мы вам расскажем ещё о многих интересных проектах Которые также нужно посетить Чуть позже, сначала музыкальная пауза На дискотеке «Авария» Продолжается программа Друзья, у нас сегодня в гостях Председатель правления организации Центра современного искусства Марс Доктор технических наук Вице-президент Творческого союза художников России Игорь Грязнов И мы с вами узнаем об интересных и уникальных проектах Акциях, выставках, которые проходят как раз в Центре Марс И, кстати говоря, билеты в Центр Марс Вы можете приобрести, приняв участие в акции Искусство ради экологии Все подробности, пожалуйста, узнавайте на сайте Artecolog.ru Ну и, разумеется, не только благодаря этой акции В общем-то, в любом случае у вас есть возможность И касаться в Центре Марс Главное собраться всей семьей Дружно приобрести билеты и отправиться Я сейчас попрошу Игорь как раз продолжить наш разговор И узнаем мы с вами об интересных выставках Которые на сегодняшний день актуальны И куда можно отправиться с огромным удовольствием Даже есть видео небольшие Поэтому прошу запустить нам, пожалуйста, на экраны Что это будет, конечно, попрошу Игорь рассказать вас Ну это вот как раз та самая выставка, которая, я так понимаю, уже с мая месяца существует Пользуется спросом, да? И до 25 ноября Все верно? Да, это то, о чем я рассказывал До ухода, да, на музыкальную паузу Это выставка Generative Gallery Эта выставка объединяет Семь самых знаменитых мировых Мультимедийных художников Российских и зарубежных И это та необыкновенная выставка Которая позволяет часами находиться в этом зале Это как раз и можно расположиться поудобнее Прилечь, присесть Как удобно Мягкие пуфы на полу, на стульях, на креслах То есть люди там Когда, говорю, была недавно ночь искусств позавчера То люди там сидели там по 4-5-6 часов Действительно очень необыкновенный красивый видеоряд Необыкновенно красивое звуковое сопровождение Ну представьте, большой экран, очень красивый объемный звук Да, конечно, это такие цвета И совершенно поглощающее изображение и цвета на экране Просто создает ощущение Такой восторг И медитация какая-то Все одновременно Медитация, релакс, интерес, азарт Тут трудно даже перечислить все эмоции Которые человек испытывает, находясь в этом зале Я так понимаю, что вот как раз-то эта сама акция Которая завершилась буквально на днях Называлась она «Ночь искусств» И «Центр Марс» также принимал в ней активное участие И ночью, я так понимаю, приходили люди В том числе и эту выставку посещали? Ну, обычно «Марс» работает до 10 вечера В этот раз мы до часа, до двух ночи То есть пока люди шли То есть там люди стояли на улице То есть очередь была очень большая И на этой выставке люди проводили очень по много времени По 3-4 часа То есть приходилось даже просечь, что освободить Потому что у нас другие стояли Ну, конечно, да Не могли попасть Ограничивать как-то время Потому что... Ну, часа 4-5 у всех было всегда Ну, необычно действительно такое И восприятие людей очень интересное Когда со стороны так зайдешь, смотришь То есть лица людей выражают то, что не видят на экране Это настолько необыкновенные Наблюдать гораздо вам интереснее Наверное, как раз за теми Кто находится в зале уже А не за тем, что на экране Потому что вы прекрасно знаете Да, все эти видео Ну и понимаешь, что это не зря делалось Люди воспринимают это очень хорошо Да, я вас понимаю Я прошу еще нам включить одно видео И это будет та самая выставка Которую мы с вами можем посетить до аж 30 декабря А 31-го не работаете? Работаем наверняка А 31-й какой день у нас? Понедельник Работаем Работаете, да? Мы каждый день работаем Эту выставку вы решили закрыть 30 декабря Ну, может быть, на один день продлите Круглое, да? Круглое Ну, хорошо Расскажите нам, пожалуйста, Игорь Загадочный мир и анима Бос Ну, это вообще необыкновенная выставка Это последний наш VR-проект Из уже запущенных Я потом расскажу тот, который будет запущен Где-то в течение ближайшей недели Значит, он называется Йола Это такое сочетание You only live once То есть, живешь только однажды Это совершенно необыкновенный VR-проект Он чисто артовый То есть, я немножко отвлекусь Сегодня в виртуальном пространстве Достаточно много существует проектов Но это игры Это убить какого-нибудь черта Да, очень Стрелять Это в любом сегодня мегашопе Можно увидеть эту игру за 300 рублей И на что-нибудь такое поделать Здесь специфика Марса Это все VR-проекты Они тебя посвящают Они посвящены искусству И тебя вовлекают в искусство Например, вот этот проект Он сделан на базе Самой знаменитой картины Иеронима Босха Сад желаний И сама картина находится В музее Прада А у нас сделана интерпретация Как художник видит эту картину изнутри То есть, представьте Абсолютно все ожили Да, все ожили То есть, ты Если в обычном музее Ты смотришь на картину Висящую на стене То здесь ты одеваешь шлем Получаешь небольшой инструктаж И входишь в эту картину И живешь в ней И проходишь Так как это видит художник Имеется в виду Базовую, что ли Составляющую Давал Босх Но Мультимедийный художник Который делал эту работу Он тебя ведет По своим видениям Каким-то шагам Там рай Ад Чистилище Там тема сладострасти И так далее То есть, это самая крутая работа Босха Она очень сильная, действительно И Надо сказать, что это тоже международный проект Потому что там несколько художников Нет? Нет, это художники только наши Все Это фирма Наротекс Фирма очень молодая Но очень такая Ребята очень грамотные Прогрессивные И думающие И они вот этот проект сделали Опять Суть проекта Это так, как это видит Мультимедийный художник Основываясь на картине Которую сделал великий босс Посетить нам с вами, друзья Придется В ходе этого чудесного путешествия Рай Сад распутства Ад А потому Вы должны понимать Возрастное ограничение Имеется 18 плюс 18 плюс Ничего не поделаешь Ну Что делать? Если уж великий босс Себе позволил писать такие картины То мы тоже не могли остаться в стороне Расскажите, пожалуйста Но ведь наверняка Огромное количество людей Есть такие И я к ним отношусь Которые Ну Действительно могут испугаться Какие-то крики Писки Визги Они Частенько слышатся вам? Не частенько, конечно Но бывает Но бывает, да? Но крики в основном Это Ну от неожиданности От страха Все равно Там же У вас абсолютно разные проекты И там Боузнает то порой Выпрыгивает Выскакивает Нет Там такого неожиданного испуга Нет А вы рассказывали про тигры Которые выпрыгивают Это я рассказывал в прошлом Да Это было Ну это было по картинам Сальвадора Дали Он не столько выпрыгивал Сколько просто Ну так сказать Появлялся Нет Еще раз Элемент испуга Всегда присутствует Все равно может быть Но это испуг может быть какой Неожиданности От страха еще никто Как бы сказать Ни с кем ничего не убегал Но чувство восторга Конечно Чувство причастности К такому необыкновенному явлению Оно конечно есть Но самое главное Давайте успокоим тех людей Которые может быть Еще не были в центре Марса И сейчас немножко так напуганно Относите Можно ли снимать очки Во время действия Да, можно снять любую минуту Спокойно С вами рядом всегда Находится оператор Который всегда На связи У вас с ним связь Через динамики Он вам может что-то подсказать Если вы там заблудились Где-то Или не знаете что делать Ну еще раз За вот год Полтора существования Этих проектов У нас еще таких не было Единственное Несколько раз было Это правда Что уже очень пожилые люди Потому что у нас Наш контингент Это от Наверное от 18 До 50-60 И очень много Людей старшего возраста Вдруг оказалось Да вы что Как интересно На той неделе Например У нас была целая Есть такая программа В Москве Под Патронажем Мэра Москвы Называется Добрый автобус Это В автобус сажают Там 50 человек Пожилые люди Там возраст Там 60-70 лет И их возят по музеям И просто Они к нам обратились Что попробовать Просто Пожилым людям Показать Вот такой Вариант искусства То чего они точно Никогда еще не видели Они никогда не видели Конечно То есть Да Хотя У нас пенсионеры Все продвинутые Да Они уже все работают На компьютерах Но такого Действительно Никто не видел И мы не очень были уверены Как окажется реакция И реакция была очень странная То есть какие-то люди Говорили Ну что это такое Это какое-то там просто Профанация искусства Но процентов 80 Все были в восторге Там у нас даже на сайте Записано с ними интервью Они говорили Мы придем сами Приведем внуков Детей Мы ожидали все что угодно Мы думали Тут висеть картины Да Нет Мы им говорили Что вы едете В центр технологий Искусства Вот И большинство Но все равно Воображение их Не могло представить Да До какой степени Это будет круто Но я начал говорить К тому что И для людей Которые действительно Очень больные Хотя их предупреждают Ну действительно Может там Какая-то быть Нестабильность Там поведения Ну что заставлением Или что-то еще На всякое возможно Потому что Любой VR проект Виртуальный Это всегда Воздействие на Это обман Вестибулярного аппарата Это очень просто Он тебе дает ощущение Пространства Объема Очень красивое Необычное Захватывающее Эмоции сильные Да Ну вот это вот Ощущение Какой-то нестабильности В пространстве Оно может возникнуть У людей Поэтому обязательно Предупреждают Спрашивают Ну за всю историю Вот за полтора года Ну три раза Были такие случаи Просто возвращали билет Ну все значит Совершенно спокойно Можно отправляться И волноваться Скорую не вызывали никого Нет Но захватывающее Интересное Впечатляющее Это да У нас небольшая пауза Обязательно оставайтесь с нами Друзья Мы продолжим общаться С нашим гостем Продолжается программа Друзья У нас сегодня в гостях Игорь Грязнов И мы с вами сегодня Узнаем очень много О центре современного искусства Марс О мероприятиях Которые можно посетить О выставках Абсолютно уникальных Надо сказать Которые можно посетить Только в других Крупнейших городах мира А уж если говорить Про Россию И про Москву То это только Добро пожаловать В центр современного искусства Марс Сразу же попрошу Включить нам Очередное видео И попрошу Игоря Рассказать нам Об этом конкретном Проекте Что это такое Психоз Это проект Психоз Да, это проект Психоз Это проект Это тоже совершенно Высокохудожественное произведение Оно сделано По мотивам Романа Очень известной Английской писательницы Сара Кейн Еще назвали Психоз Потому что она была Психически нездорова Она Написала Этот свой самый знаменитый И самый крутой роман Находясь на излечении Психиатрической больницы И Там она покончила С собой То есть это такая Немножко психоделическая вещь И она Может быть Не такая Что ли Высоко Интеллектуальная В этом плане То есть это путешествие По ее галлюцинациям Но вещь сильнейшая И это попробовать Просто Ну необыкновенное Я просто читаю Да, сейчас Некий релиз такой Что каждый посетитель Становится участником Перформанса Попадая в психиатрическую клинику В руки К санитарам Затем Садится в кресло Каталку Надевает Вверх шлем И оказывается В абсолютно чужом ему мире В ведении безумия Испытывает то же Что чувствует сумасшедшее То есть там И некие санитары Тоже работают Эти самые Которые усаживают В итоге каждого участника То есть Открывается дверь В это помещение И Весь интерьер Это интерьер Приемного отделения Психбольницы Стоят кресла Каталки Для перемещения Значит Людей С ограниченными возможностями Вас встречает Оператор Оператор Одет в форму санитара Понятно что это не санитар С больницы Это наш оператор И слава богу Да и слава богу Вы садитесь в это кресло Вам одевается шлем Производится полный инструктаж Запускается проект И Как только он запускается Вы Представьте что вы Зашли в зал То что вы видите Вы тут же видите Виртуальную пространство То есть для вас Вы как бы продолжаете движение То есть санитар Вас перевозит в этом кресле Он вас везет дальше По коридору Вот все что вы ощущаете И дальше вот он вас везет по коридору У вас есть педаль Вы можете немножко ехать медленнее Можете поворачиваться Можете двигаться вперед И проезжая каждый из залов На пути от приемного покоя До палаты Вы попадаете В мир галлюцинации Вот этой знаменитой писательницы И видите там Все что она видела Все что она писала В общем не для слабонервных Однозначно этот проект Вот каким выводом я прихожу Поэтому также вижу Возрастное ограничение 18 плюс Поэтому обращайтесь пожалуйста Конечно всегда на это внимание Вам-то Игорь Семенович Там по-моему 16 плюс у нас нет? 18? 18? Нет-нет-нет-нет Вы знаете Может быть вы уже поменяли Но вот то что у меня В наличии Да свежее 18 плюс До 30 ноября Кстати можно еще Арт-вир проект Психоз посетить В общем времени достаточно Чтобы спланировать Зайти на официальный сайт Центрмарс.ру И в общем Заказать билетики Приобрести их Кстати говоря Вот я вне эфир Раздавала вопрос Вам Игорь Ну хочу чтобы мы еще Это и в прямом эфире С вами произнесли Сколько выставок Можно посетить за один день Сколько проектов Можно Участникам Скольких проектов Можно оказаться За выходной Например Если кто-то придет Сейчас Я только на секунду Вернусь к этому Психозу Что это наша сгор Чтобы не сложилось У слушателей Зрители впечатления Что это такая страшная вещь Куда лучше не ходить Это действительно Придуман Это перформанс Понимаете Любой проект Очень скучно Когда То есть просто Купить шлем Одеть очки Можно дома И что-нибудь там Закачать с интернета Это целое представление И оно да Оно может быть Как бы сказать Менее впечатляющее Более может нравиться Не нравится Но оно Как бы сказать Что оно не нравится Нужно его попробовать Поэтому я Несмотря на те страхи Которые может быть У кого-то возникли Я по-прежнему Это интереснейшее И завлекательнейшее И увлекательнейшее Путешествие Будет И я просто Всех приглашаю пройти Никто не пожалеет То есть При этом эмоции там Опять если то что мы говорили раньше Наблюдение За посетителями Там люди Никто не остается равнодушным У всех очень такой Живая реакция На все что они видят Вокруг Себя Сзади То есть 360 градусов Ты видишь Весь мир Этой вот Больной Писательницы Необыкновенная вещь В этом Да конечно Конечно У тебя есть управление Ты можешь Медленнее Если тебе что-то нравится Ты останавливаешься Можешь объехать Вокруг этого объекта Рассмотреть его Снизу Сверху Это необыкновенное впечатление И очень сильная писательница Слушайте Не зря же Она является такой Одной из признанных Английских писательниц Это же не просто так Ну конечно Конечно Сколько можно успеть Посмотреть за день В принципе по времени Можно уложиться Часа за 4-5 Но тут только надо Иметь в виду Что те проекты Которые идут В VR В пространстве Там просто Может возникнуть Какая-то усталость Чтобы посмотреть все Поэтому мы Несмотря на то Что у нас есть Лучше растягивать Удовольствие все-таки Да Несмотря на то Что у нас есть Единый билет На все выставки На весь день Мы все-таки Предлагаем Часто очень Просто видя Там молодой человек Там пожилой И так далее Предлагаем Купить отдельно Посмотреть нравится один Потом можно пойти второй Третий И так далее Потом в конце Можно их обменять Потом на единый Чтобы было дешевле Но Это определенная нагрузка И на психику И на Вестибулярный аппарат И на мозг И на воздействие То есть тут Просто Наверное Познать сразу все Для большинства Это наверное тяжело Ну и опять-таки Почерпе лучше растянуть Удовольствие На несколько дней Конечно Собьется впечатление Потому что Понимаете В одной стороне Вот у вас там Почерпе в больнице Возили вас в психическую В другой вы В картину Босха В саду Иеронима Босха Ну тяжело И как раз Того же Босха Вот например Когда я его смотрел Первый раз Наверное у меня целый день Было вот ее впечатление То есть Посмотреть сразу психоз После этого Было бы неправильно И неинтересно У вас же очень много Таких выгодных предложений Что касается Как раз любителей Наверное Всех этих Технологических штучек Мультимедийных историй Я имею ввиду Что небольшие там скидки Если это абонемент на год Да Если это Как-то вы говорили Интересно Друг Марса Да У нас Ну у нас вообще Очень гибкая И очень широкая Система скидок Не говоря о том Что у нас скидки Для студентов Для пенсионеров Для Понятно Для ветеранов Для инвалидов Всех групп Для многодетных семей Плюс у нас еще Билеты Друг Марса Любитель Марса Там Разные там У Марса есть Спутники Фобос Деймос То есть там Совершенно разные градации Разные объемы посещений Там на день На месяц На год И так далее Это очень удобно Тут очень удобно И очень большая Экономическая выгода Сейчас почему-то тоже Последнее время Пошло Покупают эти абонементы Друг Марса Это на год То есть намного дешевле Все выставки Поскольку у нас Программа выставок На год Она все время обновляется Что-то новое появляется И она очень интересная То вот люди Для себя рассчитали Что им экономически Гораздо эффективнее Купить годовой абонемент Искусство Искусством Конечно Я говорю Все мы прекрасно С вами понимаем Новые технологии Новыми технологиями Но простите Кушать хочется всегда Я перехожу К чему Где могут Семьи посетить Есть ли они На территории Марса Какие-то заведения Где можно подкрепиться Получив вот эти эмоции Колоссальные Да, совершенно правильно Мы буквально Вот за тот год С небольшим Что я в Марсе Мы перепробовали Разные варианты Несколько открывали кафе Но поскольку Они все не соответствовали Что ли моему представлению О том Что должно быть В Марсе Именно в таком центре современного Да, в таком центре Необыкновенном центре искусств И наконец Мы нашли форму Нашли формат Нашли правильных людей И сейчас мы уже Три месяца У нас открыли кафе Спутник Марса Где оно посвящено Только здоровому образу жизни Где только И опять молодцы Где только Экологические продукты Где девушки Которые являются Там основными И хозяйками И идеологами Они разрабатывают Новые продукты На базе Там Самых полезных Составляющих Там Кокосовое масло Там Самые необыкновенные Виды Круп Там Для десертов Для всего То есть только Как бы сказать Лейтмотив этого кафе Это только ЗОЖ Здоровый образ жизни Замечательно И получить яркие эмоции И зрители это очень оценили И полезное И очень красиво Да, и другое требование Было к этому кафе Что очень Необыкновенно Должны быть Сами продукты Но и должно быть Очень зрелищно И наглядно Это тоже удалось достичь Каждое блюдо Очень красиво Оформленные Красивые цвета Очень нарядная подача Искусство в центре Марса Плошь и рядом Вот то, что хотелось Это вроде бы удалось получить Слушайте, замечательно Я прошу еще Включить нам видео Потому что мы Не все посмотрели И что это будет за выставка Тоже очень любопытно Что это за проект А, это Я о волнении И неизвестность Проект, который Можно посетить до 30 ноября Это проект Я Это Из имеющихся у нас Наверное Это самый Если так можно сказать Старый То есть он дольше всех стоит У нас Мы его показываем Но просто он пользуется Таким спросом Что И популярностью Что его просто Как-то рука не поднимается А у него и ограничение Возрастное хорошее 12 плюс 12 плюс И на него Несмотря на это Когда приходят десятилетние Их тоже Тоже можно Тоже идут Это очень интересная вещь Она описывает Жизнь человека Скажем От рождения И до Скажем Зрелости Там Начинается она Что вы совсем маленький ребенок Вы в песочнице Собираете кубики Причем вы активно участвуете В этом Вы должны собрать Эти кубики Должны запустить паровозики Поставить их на рельсы Дальше По мере Развития Зрелости человека Вы становитесь Там Участником Каких-то Коммуникаций Вы видите Других людей Посещаете Какие-то мероприятия И неужели Будет конец Эта история И будет конец Совершенно неожиданно Я о нем не могу не сказать Что мне нравится больше всего В самом конце Вы остаетесь один Вы далеко Высоко в космосе И лежат Перед вами Железнодорожный путь На вас едет поезд Летит Можно сказать Поезд И пути Пути раздваиваются От вас Вправо и влево На одном пути Который вправо Стоит коробка С кулящим Очень красивым щенком На другом пути Обрыв Перед вами рукоятка Как вот у железнодорожников Перевод стрелки Вы для себя должны решить Кого вы хотите спасти Спасти щенка Или спасти поезд И ваше решение Это вроде как Квинтэнсенция Что ли Решение жизни Быть или не быть Ты должен для себя решить Как ты Что ты будешь делать И этот поступок Действительно нужно совершить Да Это очень серьезная Такая концовка Не хочу про нее говорить Заранее Конечно Не надо раскрывать Но это нужно Испытать это ощущение Дитяще на тебя поезд У тебя секунды На принятие решения Очень сильно Да Друзья Запоминайте Выставку Я о волнении И неизвестности До 30 ноября Конечно По возможности Эту историю Мне кажется Обязательно Нужно посетить Что интересного Центр Марс Можешь предложить Для деток Для деток Ну вот если говорить Прям да Ну чисто для деток Наверное Тяжело Совсем для деток Но скажем Ну не для грудничков Для тех кто постарше Да Для тех кто постарше Вот Страна Босха А для тех кто Средний возраст Мы открыли Мы открыли Очень новый Но новый совсем Еще он официально Даже до конца Не проанонсирован Сегодня ему неделя Называется он Face to Face Это выставка кукол Ну Какая прелесть Куклы совершенно необычные Это куклы Собранные из частных коллекций Это куклы И куклы фэнтези И куклы герои Каких-то фильмов И куклы копии Каких-то людей Но в этом может быть Ничего нет Особо необычно Просто куклы Очень красивый Необычным является Оформление всей выставки Потому что известно Что душа куклы Это Такая кукла Может быть и опасная вещь И вещь Которая приносит счастье И художник Создатель выставки Он решил Что душа куклы В бабочках И по мере того Как посетитель Переходит от кукли к кукле На стенах Оживают бабочки-роботы Они машут крыльями И когда вы переходите От куклы к кукле Они разные все И они символизируют Что-ли переход Перетекание души куклы От объекта к объекту И вы переходите так же Детям это очень нравится Вот неделя пока была В тестовом режиме Уже люди Уже выставка открылась Так в тестовом режиме Уже идет То есть детей оттуда Не оторвать И бабочки очень нравятся Понятно что робот Бабочка такая забавное явление И кукла очень красивая И необычная Ну конечно Практически Ну уж девочки Это точно все Проходят через Да И меня вот поправили Только что позвонили Из Марса Что я сказал Что по билету По эко-билету Можно две выставки Нет три То есть это вот Фейс-то-фейс С куклами тоже сюда входит О это замечательно Потому что там тоже нет Ограничения по времени Нахождения А значит деткам надо Собственно ручно Как раз таки заняться Обменом Сначала собрать Нужно бумагу Стекло Пластик Или алюминий Ну а потом уже Обменять все на билеты Как раз таки в театры Музей, кинотеатры Детские центры И обязательно Центр современного Искусства Марса Очень необычная выставка Которую посетить Можно всей семьей Вот здесь вот Абсолютно смело Можно отправиться Вместе с детками Со взрослыми И так далее И всем есть что посмотреть Потому что Ну куклы очень сами По себе красивые И вот Бабочка-робот Создает необычный Такой фон Вообще надо сказать Конечно Я вот тоже Все больше и больше смотрю Проникаясь этим делом Понимаю что По возможности Нужно посетить Абсолютно каждый проект Потому что он Каждый уникален По-своему Интересен И неповторим И самое главное Что подобного Ни в Москве Невозможно увидеть Да ни в других городах России Среди чем Хочу спросить Игорь Даже и в мире Это поискать Да Крайне редко В каких странах Кто занимается Отбором этих проектов Сложный вопрос На самом деле Я вижу и слышу По глубокому вдоху Да То есть на сегодня Этим пока Занимался я В меру своих Сил и понимания Поскольку я все-таки Не профессиональный художник Я скорее любитель Но Я весь этот год Я пытался создать команду Да не все получалось Как всегда бывает Самый главный вопрос В любом деле Это люди Но сейчас вроде бы Уже удалось Сформировать Таких очень высоких Профессионалов У нас пришла директор Очень хороший Профессионал Елена Юрьевна Давыдова Она была Зам.директора Музея Глинки Очень сильный Человек И Пришла сильная команда Пиарщиков Сильные специалисты По соцсетям Я уже Буду постепенно Наверное От этого отходить Но на сегодня Мы это делаем Ну скажем так Вместе Отбираю я Но еще раз Меня больше волнует Технологическая составляющая И Что новое Мы можем показать Вам же нужно Все время отслеживать Быть как-то в курсе Этих всех Тенденций Не знаю Этих художников Которые тоже Новые Оригинальные Появляются Техники Какие-то Интересные Да Это все Проблема Которой нужно Заниматься Вот Все Проблема И главное Что На сегодня Все эти проекты Они российские И стоит вопрос Первое Уже Показывая их на западе Что совершенно отдельная тема И достаточно тяжелая Потому что все это перевести Не всегда удается И второе Привлечение сюда И западных Их немного В Барселоне В Лондоне Существуют такие проекты Их очень мало Но не есть Больше это игровые Я повторюсь Что Игрушек полно Уже мир забит Игрушками Это Ну это Игрушка Она есть Игрушка Хотя Это тоже Свой рынок Своя очень Интересная Тема Вот хочу рассказать Буквально Свежий пример У нас очень Хорошее отношение С фирмой VRTech Это Они занимаются Мир танков World of Tanks Это известнейшая вещь Это во всем мире Это богатейшая фирма Богатейшие Как бы сказать Эмоции То есть На танках Но Я когда это увидел Мне очень понравилось Потому что там Понятно что Марс это искусство Но искусством Вообще весь мир спорит Что такое VR Это искусство Или это игра Написаны толстые книги Написаны Многие люди А сегодня мне кажется Так все Все переплетено Многое Да И я решил что И решил единолично Что да Наверное Стрелялка из танков Это не Марс Но Программа была написана Настолько сильно Настолько Ощущение Езды на танке Просто необыкновенное Совершенно Что я решил что Искусство все таки В нашем случае Можно рассматривать Как сама программа Написание И мы ее поставили Это сложное оборудование Это достаточно серьезное Очень дорогостоящее Я предполагаю И поставили Ну была договоренность Что все таки Есть пути отступления Да И мы 2-3 недели Мы тестировали Не пошло Вот стоял проект Я идут Стоит Дали Невозможно записаться Танки пустые В сетях сразу появилось Что да Это интересно наверное Но это не тематика Марса И через 3 недели Пришлось снять Вот так Хотя сильнейшие эмоции Сильнейшие эмоции Когда вот одеваешь Ну просто Устоять невозможно Даже кресло ставишь На ногах трудно было устоять Настолько сильно написанная программа А чем вы занимались до Марса? Ой ну до Марса много что было Я был когда-то Предпоследним президентом Минкомбанка Если помните Был такой банк Который Помню конечно Вот я был Директором Научно-исследовательского института В Москве Вот так вот На секундочку Давно это было Ну и вдруг потом Марс Как вы оказались? Хобби В центре современного искусства Хобби И именно вас привлекает интерес Смешение Да Искусство как такового И современных технологий На самом деле меня сюда привлек Основатель Марса И мой очень давний друг Константин Худяков Наверное Он во всем этом виноват А Марс вообще за свою 30-летнюю струю Он переживал разные совершенно этапы Это было фигуративное искусство Было там современное Было мультимедийное То есть было много этапов Когда я туда пришел Ну просто мне вот это было Менее интересно Мне интересно было что-то новое Поэтому новым Так вот мы его позиционировали Как новые технологии В современном искусстве И стали его переделывать Уже под это И вот я считаю Что не прогадали Потому что по крайней мере Это что-то новое Ну конечно Тем более Москва И здесь очень избалованные Москва избалованные По микрошлителю Да Безусловно можно искать Новых художников Современных Которые там рисуют Какие-то там образы Можно классику Да Но вот такого Это вот нет Хотя сейчас уже Многие начинают И Третьяковка И Русский музей Уже стараются Создавать такие Виарзалы Постепенно что-то новое Появляется 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 Потому что Ну это нормальный процесс Значит мы будем делать Что-то дальше И новое Но пока Вот этого уровня Еще не достиг никто Поэтому я считаю Что наверное Это решение было Может быть Не сумбурным Но спонтанным Но не зря Вот скажем так Как вам кажется Игорь Ну во всем Очень кажется Даже Вы наверняка Это видите За год Вашего правления С появлением Вот этих вот Уникальных Абсолютно Проектов Мега Потрясающе Интересных Увеличилось Количество Посетителей Центра Марс Нет Оно К сожалению Уменьшилось Но опять Почему Опять С чем сравнивать Когда это были Чисто мультимедийные Опять Не было проблем И временного Ограничения На каждого посетителя То есть В день Могло приходить И 200 человек И 300 Хоть 1000 Да Ну да Нагрузка На обслуживающий Персонал Но физически Можно было пропустить У нас Ограничением Как я уже сказал Является Время нахождения В маске В компьютере Поэтому Мы просто При всем желании Не можем То есть Каждый человек Все-таки должен Примерно 30 минут Полчаса Инструктаж И эмоции Какие-то Высказать На 30 минут На человек Например Вот сейчас Была Когда ночь Ночь музеев Была в мае У нас было Тогда меньше VR Больше таких У нас было Где-то 500-600 человек Сейчас Когда VR Проектов Больше Ночь искусств Вот смогли Работали уже Все Там уже Буквально Люди падали Просто И именно Наши сотрудники Потому что Ну тяжело Ну конечно Почти 15 Ну смогли Где-то 350 Не переставая Уже перегревалось Оборудование Перезаряжали Тем более Когда все-таки И плюс еще Это с каждым человеком Индивидуальный подход К каждому Это инструктаж Как вы говорите Показать Надеть А то все Успокоить На тех выставках Как вот Face to face Куклы Там проще Там находится Экскурсовод Это иногда волонтеры Иногда профессиональные Они просто рассказывают Там неограничен Проход Понятно А с этими Тяжело Именно из-за того Что И аппаратура Это же техника Она греется То есть Ее не успеваешь Перезаряжать Надо охлаждать И так далее И так далее Друзья Я в общем Конечно Настоятельно рекомендую Вам обязательно Зайти на сайт Центрмарс.ру Подробненько У вас Никто не ограничивает По времени Посмотреть все Изучить Почитать Выбрать день Билетик Заказатель Может быть даже Целый абонемент И обязательно посетить Одну из выставок Выставок и проектов Там ну очень много Такое количество Просто что мы За один эфир Не в состоянии Никак перечислить А посмотреть Это нужно Тем более Что они точно Не долго играющие Очень скоро Там они будут Заканчиваться Какие-то проекты До конца ноября Какие-то проекты До конца декабря Ну и какие-то Конечно появятся В следующем году Вот о планах Как раз таки Мы поговорим с вами Сразу же После небольшой паузы Оставайтесь с нами Лучшие в стране На телерадиоканале Страна ФМ Ведущая Александра Хайрулина Продолжается программа Друзья Игорь Грязнов У нас в гостях Мы сегодня Без устали Всех приглашаем В Центр современного Искусства Марс Потому что Это не только Уникальные проекты И выставки Виар Проекты Лекции Но это еще И кино И концерты Игорь Я вот как раз Хочу вас Расспросить Про кинотеатр На какой стадии Сейчас находится Его тестирование Или может быть Уже вот-вот Открытие нас ожидает Действительно Это новый проект Который мы Собираемся Открывать Со дня на день Может быть В ноябре точно Это совсем новый формат Такого еще не существует В стране Не существует В мире Думаю тоже Скажу почему Значит это формат Кинотеатра То есть Но там не сидячие кресла А это Представьте себе Большой зал Там в нем много кабинок Ты заходишь У каждого Недальная кабинка Заходишь в кабинку Одеваешь тот же Виар-шлем Который соединен с компьютером И начинаешь просмотр Кино Необычность этого Кино Почему я называю его кино В нем участвуют Живые артисты Я не буду сейчас Чтобы не раскрывать Секретов разработчиков Имена Это совершенно известные Медийные лица Актеры Это живые актеры Которые снимались И чьи лица Использовали Как образы В виртуальном Кинофильме Или пространстве Это очень интересно Тема посвящена Этого фильма Это посвящена Очистка космоса От космического мусора Прекрасная тема Ну тоже кстати Экология Экология В той или иной мере Экология Космическая экология Ведь новая наука Такая Вот И поскольку там играют Живые актеры Их Узнаваемые И лица В формате Виртуального пространства Совершенно необыкновенные Впечатления производят И Все В тестовом режиме Все кто смотрел А мы туда и детей Запускали И взрослых Всегда вызывают Полный восторг Поэтому сейчас Идет небольшая доработка Потому что там На мой взгляд Еще очень мало Интерактивности То есть там Ты не всем управляешь Очень много созерцательных Моментов И меньше Где ты сам участвуешь Что в общем интересно Зрителю всегда Но это уже Вот-вот будет устранено И на этой В этом месяце Даже до середины ноября Мы уже запустим этот проект Это действительно Что-то необыкновенное Совсем То есть последнее слово Игорь я правильно понимаю Все равно за вами Пока вы сами За разработчиками Наверное Тут уже разработчики Очень сильные Совместно с разработчиками Нет Мне Марс это выставка Тем не менее Мне важно чтобы Лицо Марса Было представлено Максимально Таким достойным Интересным Захватчивым образом Очень многообразным И чтобы люди могли Сказать как вы Да что это необычно Все кто выходили Все говорили необычно Это самое ценное А как вы внедряете Концерты в эти площадки Значит Совершенно отдельная тема Мы регулярно проводим И лекции И мастер-классы И вот концерт Особенно летом У нас есть своя крыша Там выход на крышу есть И у нас была Целая такая серия Вечеров Называлась На крыше Марса Но люди в шлемах тоже Нет Люди не в шлемах Люди просто выходили на крышу Это единственное место Где можно снять VR шлем Там расставлены пуфы Стулья И слушали концерт Вот с нами очень часто сотрудничает Такая моя очень хорошая знакомая Марина Волкова Она очень известная джаз-певица И сейчас в ноябре будет у нее Следующий концерт Тоже приглашаем всех туда Дата еще точно неизвестна Ну есть сайт Центромарс.ру И там конечно можно посмотреть Вот Мастер-классы по кино Мастер-классы для детей По написанию VR-программ То есть мы все время По мере только что-то интересное появляется Мы все время это добавляем Сейчас мы планируем вести Вообще курс лекций по искусству Но не просто по искусству Тут достаточно Это широко уже И в Москве И в мире Охвачены просто лекции А именно По использованию новых технологий В современном искусстве Что вообще Тера-инкогнито для большинства Это очень модно Это очень актуально И в то же время Это совершенно мало изучено Поскольку Нет проблемы столкнулись Нету лекторов на эту тему Лучше меня никто и не может рассказать Я думаю, что вы уже Да, я и хотела как раз сказать Игорь, что вы уже профессор В том числе теперь И вот этих вот Технологических Абсолютно наш Я вас искренне благодарю Спасибо огромное За нашу встречу Напомню, что у нас в гостях Была председатель правления Региональной общественной организации Центр современного искусства Марс Доктор технических наук Вице-президент Творческого союза художников России Игорь Грязнов И мы сегодня как раз говорили О Центре современного искусства Марс Узнали о замечательных проектах Действительно уникальном месте Центр Марс Кто не был, бегом туда Билеты на официальном сайте Ну и также вы можете оказаться В Центре Марс Став участником акции Искусства ради экологии До 15 ноября Москвичи могут обвинять бумагу Стеклопластика или алюминия На билеты в театры, музей, кинотеатры В том числе и в Центр Марс Подробности на арт-эколог.ру Игорь, спасибо огромное Спасибо за встречу Вам спасибо Мы прям бежим всем коллективом Ждем Да, спасибо Коллектив ждем И всех гостей Столицы тоже ждем До встречи В Центре современного искусства Марс Спасибо за внимание Спасибо, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok